Всем привет! Меня зовут Марина, вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и всё, что с ним связано. Я заметила, что вам очень нравятся видео, в которых я помогаю вам разобраться, как по-русски правильно показать какую-либо эмоцию. Если вдруг вы впервые слышите о таких видео, то смотрите вот в этом плейлисте. А мы с вами сегодня поговорим о радости. Как показать радость по-русски или как сказать о вашей радости. Обычно мы можем просто говорить Я очень рад. Или прекрасно, отлично, здорово. Также мы можем использовать такие дополнительные слова, как Так, такой, как, какой или вот. Вот здорово! Как прекрасно! Так замечательно! Так хорошо, что всё сделали! Как вы видите, для радости я меняю интонацию, говорю не ровные фразы, интонационно ровные, да, я или поднимаю, или уже сверху опускаю свою интонацию. Также обычно поднимаются уголки губ, образуются весёлые морщинки, глаза светятся, сияют, и они всегда открыты. В общем, когда мы радуемся, мы хотим показать радость, и наше лицо всегда открыто. Конечно, при этом мы обычно и улыбаемся. Давайте ещё несколько фраз. Я был рад, или я была рада, или же мы были рады. Можем сказать, так рад, я так рада за вас. Было бы здорово, классно, круто, отлично, замечательно, восторг. Это как раз то, что нужно. Давно мечтала, давно хотела. Ну и теперь самое интересное. Давайте попробуем представить ситуации. И мы не просто представим ситуации, когда мы можем радоваться чему-либо. А я попрошу вас прислать видео, как вы будете реагировать в этой ситуации, какие фразы вы будете говорить. И будет просто замечательно, если вы не просто напишите комментарий, а если вы запишите видео и отправите мне по электронной почте. Такое вот практическое задание в конце просмотренного видео. Как вы видите, тема радости не такая уж и трудная. Итак, что вы скажете в ситуации, когда вы встретили друга детства, с которым очень давно не виделись? Следующая ситуация. Какова будет ваша радостная реакция теплому летнему дождю? Какова будет ваша радостная реакция теплого летнему дождя? Третье. Как вы будете радоваться, находясь с друзьями на пикнике? Иной. Иной. Puis. Все. Ещё одна ситуация. Порадуйтесь за себя в ситуации, когда вы получили работу, о которой давно мечтали и которой долго шли. И последняя ситуация. Порадуйтесь тому, что вы смотрите на билеты и понимаете, что скоро отправитесь в путешествие. Порадуйтесь. Такие все замечательные ситуации. Давайте вместе радоваться и напоминаю, что я прошу вас не просто написать комментарий, не просто порадоваться внутри себя, а записать видео и отправить мне на электронную почту. Давайте я посмотрю, как вы радуетесь и правильно ли вы радуетесь по-русски. Вот и всё. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Скоро будут другие видео, как сказать по-русски какую-то эмоцию. Давайте дружить, общаться в социальных сетях. Пока-пока. До скорой встречи.